Ну что ж, хоу-хоу-хоу. Здорово, Ютюб, здорово, Дзен, здорово, Твич, поскольку это всё записывается в прямом эфире. С вами Джон, он же Лопин312, стример Дейсни 2 на Твиче. Сегодня, в эту новогоднюю ночь, мы с вами будем встречать 23-й год. Кто-то его уже встретил, кто-то собирается встретить, как мы, да, потому что у нас осталось полтора часа, и мы тут... Сидим и горим, Василис, и пытаемся Мадаме помочь закрыть, 7-0 закрыть. В общем, у меня сейчас полыхает очень сильно, осталось полтора часа. Я этот видос вообще собирался в начале дня сегодня записать, но... Хотя бы сейчас. Хочется просто обратиться всем тем, кто не сможет так или иначе на Твич к нам зайти и в прямом эфире с нами Новый Год встретить. Ребят, ещё раз всех с праздником. Ну а мы пока что в этом ролике сделаем следующее. Пройдёмся по всем тем моментам, что бесили меня и радовали в Дейсни 2 за прошедший год. Списки у меня тут большие, я прям аж две страницы полностью расписал. Так что после вашего лайка, подписки на канал, прохождения по всем ссылочкам и описания ролика для поддержки стримера, мы начнём ещё раз всех с наступающим, с наступившим. Ну и в конце у нас ещё также небольшой тостик будет, где обращусь ко всем стражам со всех уголков наших необъятных просторов русскоязычного сообщества Дейсни, и попробую чего-нибудь хорошего пожелать на следующий год, потому что этот год у нас был... Я не хочу говорить сложным, трудным и так далее. Вы все сами без меня это знаете, но постараемся что-то положительное извлечь из этого года и как-то в будущий год перейти, так сказать, с надеждой там, с какой-нибудь хотя бы. Ну да ладно. Так, сейчас тут небольшой моментик ещё. Напоминаю, да, то, что... Опа, борода немножко съехала. Магия немножко... Магия немножко подглючила. В общем, что могу сказать. Как и в 22-м году, в 23-м году мы будем продолжать стримы на Твиче, поэтому кто захочет в хиповозике с нами поучаствовать, погореть, вопросы какие-нибудь позадавать и так далее, да, можно заходить. Ну и хочется сказать спасибо всем тем, кто поддерживает при помощи доната, особенно тебе спасибо, Петя, как раз вот успел залететь там на X10 донат проб, но сейчас, кстати, это и покажем. Иг. Пётр, спасибо большое за полтора косаря. Дальше идём. Спасибо всем тем, кто поддерживал меня на бусте. Тут у нас новогодняя распаковка яйца была, которую не удержался и в магазине купил уж. А дальше. Андрей Рэй, спасибо большое за Дрэджина за три месяца. И Трафика Нджем, спасибо за подписку на Путника. Ну так что ж, списки у меня тут большие. Кто был плохим мальчиком, кто был хорошей девочкой в течение этого года, поэтому постараюсь максимально вкратце пройтись. Тут уже сами подумайте, что из этого у меня на первом месте. Можете в комментариях, кстати, свой собственный топ составить, что вас бесило, что вам нравилось в этом году в Destiny 2. Но отдельным, конечно, пунктом у нас идёт то, что Destiny нормально в России не купить и в Беларуси, да. Но тут независимые от нас и от банджи обстоятельства так уж сложились, поэтому оставим это на совести кого-нибудь там. В общем, что бесило меня в этой игре за год, в 22-м году? Эффект домино в игре. Когда они что-то чинят и что-то ломается. Наглядно мы это увидели в последние дни, когда у нас Destiny 2 менеджер сломался, да, вот, и пришлось там API выучить из-за пульсы экзотической там и так далее. То же самое возникло с данжем. То есть банджи там что-то починили, и из-за этого что-то в игре там сковырнулось. Вот даже сейчас, вот, когда вот нам в конце концов сделали такой вот новогодний подарок, да, и включили API, ну, в игре, да, и из-за этого там какие-то эффекты в скрафченных пушках неправильно прорисовывались. Это прям вообще было. Дальше что? Пенальти за выход из матчей во время игр в контроле. Это вообще что-то из ряда вон. Да и вообще в целом, вот, система этой СБММ, которую банджи ввели, я вот уже до этого, еще в прошлом году, она у меня шла большим пунктом, что, ребят, типа, как это вообще работает, что матчмейкинг получается у нас такой, да, то, что тебе закидывает тиммейтов, чуваков, которые играют там на чиле, делают контрактики, а противников киберспортсменов, которые прям потеют. Ну да ладно. Это у нас имеет место быть. Банджи такие подумали, ну хорошо, давайте, чтобы новичкам больно не было, чтобы они не залетали в такие катки. Устроим матчмейкинг, основанный по скилу, да, чтобы игроков кидало более-менее близких по навыку друг к другу, да, но получилось то, что получилось. Не работает это особо, народ продолжает выходить из каток, особенно с нашего всеми любимого и нелюбимого, с нашей всеми любимой и нелюбимой карты Раздор, которая у нас присутствует на тронном мире. Вообще, минута молчания в честь этой карты, которую три года делали, единственную новую карту ПВП. Спасибо, Банджи. Дальше, вот всеми любимые нами Твабы. Которые можно описать одной строчкой «Дайте денег». Дальше вот их любимый... Их любимый лозунг, так сказать, во время разработки игры «Скорость важнее, чем качество». Ну, а по этому поводу у нас там отдельный ролик вышел, да, где мы читали то, что разработчики говорили не нам даже, а другим разработчикам. Типа, как вот стоит подходить к разработке игры. Это здесь, конечно, мы тогда малостью горели, и после этого у меня к Банджи вообще никаких вопросов не возникло. Почему у нас всё так вот в игре происходит? Дальше. У меня следующим пунктом идёт катсцена Сейнта и Осириса. Да. Ну, типа, саму катсцену мы ждали, потому что мы предполагали, что такое рано или поздно произойдёт, но что вокруг этой катсцены происходило, это был отдельный кринж. Рад, что мы как-то более-менее это пережили и забыли, я надеюсь. Дальше, следующим пунктом у меня идёт ивент сообщества. Распил бабла от паука. Да, вот когда мы участвовали в мероприятии, где собирали деньги для падших, для Эликсня, да, и борода съехала, но уже ладно. Спасибо, Эдель, за 100 бицов. То происходило нечто. В общем, да, где мы восстанавливали этот квартал, это мы вообще прям были в культурном шоке от того, что у нас происходило. Тут вот у нас появился новый кустик, тут вот у нас появились люди в баре, здесь у нас появились какие-то скамейки, там вот мы кому-то преподаем что-то, но в результате в конце мне понравилось, я вот думал, что вот та вот катсцена, которую нам собирались показать ближе к концу сезона, её покажут в конце ивента, но тут это, конечно, мои проблемы были, но всё равно то, что... В конце всего ивента мне дали всего лишь одну очередную коробку, я тут малость улетел. Дальше у меня следующим пунктом идёт плохой, даже филерный сезон добычи. Ну, то есть, в плане сюжета я не совсем понимал, зачем он нужен, потому что там вот рассказывали... Как сказать... Про... Эрами, с чьей историей мне была не особо интересна, но там они продолжали вот со всеми этими отцами и детьми, и вот особенно финальная битва между ним и... между ней и Митроксом, ну... И страж такой, который смотрит, и мне казалось, он ржёт над этим, да. Это было нечто. В общем, слава богу, что сезон закончился, и сейчас вот у нас пошёл уже более-менее адекватный сезон, да, и где там мы ближе к основному сюжету. Тут на этом плане спасибо, но это ладно, это когда я буду плюсы вспоминать. Тут вот дальше у меня следующим пунктом идёт Destiny Item Manager, да, то, что у нас его, как и весь IP в игре, два раза выключали. Соответственно, не было возможности нормально насладиться игрой в течение этого периода. Хорошо, что... Хотя бы в этот раз вам же не стали нас на Новый Год лишать возможности перекидывать шмотки, пользоваться LFG там и так далее. В общем, спасибо. Можно брать контракты спокойно на Новый Год. Дальше у нас идёт неработающий Flowless Pool. Ну, это из прошлого года плавно переходит, потому что... Как бы сказать. Вроде бы он есть, включается в воскресенье, но люди спокойно фармят чуваков, которые не закрыли 7-0, да, и... Таким вот образом мне не совсем понятно, для кого этот Flowless Pool ввели. Ну, видимо, для тех, кто закрывает всё-таки, чтобы они смогли отдохнуть после того, как его включат. Ну, так или иначе, любопытно. Когда-нибудь... Когда появится у нас в игре Fireteam Base Matchmaking, я надеюсь, да, Банжо всё-таки отменит вот и скиллбейс матчмейкинг, и Flowless Pool и всякие другие костыли, потому что они изначально вот в ФБМ обещали ещё на старте Королевы Ведьмы, но не срослось. Ждём теперь в Лайтфоле, в конце света, так сказать. Неработающее нормальное хранилище дальше у нас идёт. Вот если вы сейчас зайёте в игру и попробуете заинфьюзить какую-нибудь свою пушку или шмотку, когда она у вас лежит в хранилище, то, скорее всего, это не получится, потому что у меня, к примеру, не получается. Я не знаю, с чем это связано, но у них это периодически то работает, то не работает. Про уход Destiny 2 из России я уже говорил, тут особо добавить нечего. Дальше один из моих самых любимых пунктов, точнее, не любимых. Титаны с баррикадами. Сперва это была пустота, потом это был прострел, потом это были миксы на электрике, на пустоте, особенно вот нам сейчас было весело против трёх титанов играть в воспитаниях Осириса, которые просто тупо друг на друге баррикады ставили, а потом ещё и тибэкали сверху. По кайфу. Дальше вспоминаю мету, ускорители, лоренц и арбалет, но тут без комментариев. Все те, кто по ОП заходил в прошлом сезоне и позапрошлым, меня поймут. Дальше у нас идут Ксимеры, которые до сих пор в игре есть. Ксимеры, читеры, там, Кронус, Зенщики и так далее. В общем, кайфуем с них. Потом следующим пунктом у нас идёт покупка Сони Банжи. Вроде бы и покупка была произведена, но Банжи по-прежнему там говорит нам о том, что у них не хватает средств для того, чтобы скрывать секретные миссии какие-нибудь. Соответственно, у нас после этого какое-то странное заявление с их стороны проследовало. То ли у нас секретки будут в дальнейшем миссии, типа Шепота Червя, то ли их не будет. В общем, из-за этого какие-то непонятки возникли. Ну да ладно. Затем, отключение гранатомётов. О да! Помню, как меня в прошлом сезоне бомбило с этого. Потому что в PvP нельзя было нормально с ними поиграть. Кстати, вспоминаю тут ещё отключение нефритового кролика, который уже почти месяц не работает. PvP-шная, скаутка, потому что она экзотическая, потому что она сломана, как выяснилось, оказалась. Ну да ладно. Это уже так, это уже мелочи идут. АФК-фарм и система прокачки силы. О да! Мы же все так любим каждые 3 или 4 сезона ходить в одни и те же активности, да? Для того, чтобы минимальный уровень силы набрать, чтобы потом заново ходить в одни и те же активности. О! Прям огонь! Особенно, когда... Мне нравится, когда я либо ночью, либо с утра захожу в игру, захожу в свой френдлист, и все сидят, фармят свой уровень силы у артефакта. Либо на луне, либо в гибели короля в рейде, стоя просто и убивая мобов при помощи макросов. Да, это прямо офигенно. О, вот он мне тут вспоминает нерв горский пепла, который... Кстати, горский пепл во серии себя сейчас не встречал в последнее время. Ну да ладно. Затем у нас идет нерв божественности. Ну, вообще, вот вся вот эта тема, да? Что сперва разработчики где-то в каком-то подкасте сказали, что они займутся, потом парочка стримеров на эту тему западных высказалась и понеслась. Ой, какой мощный был шторм на эту тему, да? То, что... У нас вот есть бафы, есть дебафы, они там стакуются, не стакуются, стакуются, некоторые персонажи полезны, некоторые бесполезны из-за этого, да? То есть сейчас вот вроде бы сделали так то, что охотники... Ну, их стрела стакается с божественностью, да? Но из-за этого, если вы забудете про то, что у вас охотник должен давать стрелу постоянно, да? И бегать с орфеями, то в результате у вас на одну фазу ДПС будет дольше просто на тех рейдах, на которых вы привыкли. В принципе, на этом все. Дальше у меня идет следующим пунктом. Гамбит, что Банджи все никак не могут его довести до ума. Потому что вот до сих пор, даже спустя столько лет, вот... Банджи, конечно, делают вид, что они стараются, но в плане Гамбита они добавили туда соло-подбор, да? Они добавили туда постоянные хэви-патроны для... Ну, патроны силовых... Силовое сло, да? Для всех. Но все равно это не особо помогает, да? И люди так или иначе... Когда я говорю про то, что давайте пойдем в Гамбит, просто перекати поле в чате. Вообще никто туда идти не хочет. То есть у нас там нету новых карт Гамбитовских. Старые карты убрали. Даже вернули бы хотя бы их, да? Но все равно. Вот, и когда вернулась мета ксенофагов, я пожелал, чтобы вернулась до мета голохорнов, потому что иначе это был кринж. То есть там сейчас достаточно больно туда ходить. Дальше у меня следующим пунктом идет поломка чата. Вот то не знает, да, вот у нас был такой период в игре, когда мы на каком-то этапе могли крашнуть кому-нибудь игру, да? Вот сделать так, чтобы она у него экстренно закрылась, если человек выкинул на рабочий стол, если ему определенные символы отправить в чате. Это типа вообще как? Это из какого разряда? Да, вот ссылку просто отправлять человеку, его из-за этого выкидывает банджи, из-за этого из этой ситуации вышли просто, выключили чат, пока они не поправят это. То есть мы какое-то время вообще были без внутриигрового чата. Тоже было достаточно прикольно, нет. Следующим пунктом у меня идут баги, баги, баги и баги, да? Но баги у нас просто вот... Один или два ивента, по-моему, были за год. Один или два сезона запускались, чтобы не было при этом багов. Вот постоянно что-то у нас ломалось. Либо в игру долго не пускало, либо то, что я выше описывал и так далее, да? Все равно вот было так или иначе больно в этом плане. Следующим пунктом у меня идет раскол в железном знамени. И о да! Мало того, что они этот режим в игру вернули, из первой части, который там не был особо популярен, но они его видоизменили так, что он стал еще каким-то образом хуже. Во-вторых. В-третьих, они сделали так, да, то, что... То есть поставили еще на кон еще одну сотку и сделали карту специально под это. Под этот режим не особо популярный. Прям кайфуем. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ АНТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ФИТИ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ВОЕННАЯ БЮЕ Девушки отдыхают Потом про бесполезные дивизионы в компете И про то, что их нельзя было нормально заметить Если ты только не стримишь Или картинки кому-нибудь скидываешь Типа, о, посмотри какой я молодец Или чекни мою статью на Destiny Travels Report Или еще где-нибудь То есть, да Это давало бонусы в PvP Дает бонусы в PvP В том плане, что у тебя быстрее ранг набирается Но на этом, в принципе, все И ты заходишь туда полутать розу Три раза на неделю на персонажа И забиваешь фиг на этот режим Ну, посмотрим, что будет в следующем сезоне Там они обещают добавить украшения За достижение определенных рангов Там, эмблемки, косметику Там еще что-то В общем, будем смотреть Ну, а тут пока что на этом Мощном моменте мы закончим С недостатками Чего, по крайней мере, что меня сбесило Что мне пришло сейчас в голову Что я там отметил Можете от себя добавить Чем вам не нравилось Противление Дестни Этого года Что мне зашло Здесь список немножко поменьше Но он все еще большой на самом деле Во-первых Классно была сделана сюжетка Сюжетка Королевы Ведьмы Катсцены с Саладином Вообще его история, в принципе В сезоне Возрождения То, как он ступился за Ворона Потом, как он ушел В железное знамя вести у Кабал Дальше Ну, сюжетка Ворона Хоть он там и непонятно Зачем вот его Такого, ну, нестабильного человека С психическими, там, отклонениями Пускают к таким важным операциям Да, как псионические операции Там, взлом, там, мозгов Ули И так далее Ну, окей Дальше у нас идет Сюжетка с Кловицем С Анна Брей Которая сейчас в этом сезоне Еще не закончилась Мы пока что даже не на середине Но мне уже это нравится больше Чем то, что было в предыдущем сезоне Весь прошлый сезон Вот этот вот филер И даже лучше, чем Немножко, чем позапрошлый Ну, сцена, где нам показывают Сюжетки сезона Возрождения Вот комнату в шлеме Да, вот Мне она тогда зашла Было прикольно Было круто Вот Дальше Глефы То, что это То, что это вообще добавили в игру Ну, прикольный агрегат Жалко, что его занерфили потом В дальнейшем Да, и он теперь практически нигде не нужен ПВП, но в ПВЕ по-прежнему Он достаточно прикольный И можно с ним С ним тащить, танковать урон За это прямо ставим лайк Дальше Миссия на Паразита Которая была Ну, на экзотическую пушку Которая у нас была В сюжетке Королевы-Ведьмы Вот этот Говорящий червь Саватун Это нечто Я до сих пор Вспоминаю Его рофлы Да, вот Его комментарии И так далее Достаточно забавный Персонаж И надеюсь Его будет потом побольше Когда-нибудь Дальше у нас идет Баф пистолетов Наконец-то Эту мету Дозащили до Клава Мыши Потому что до этого Нормально С всеми Любимых народных Всеми любимых Народных приборов Нельзя было Всем этим управлять С клавиатурой С мышем Сейчас там более-менее Это играбельно Хотя бы 325 По скорострельности Дальше у нас идет Введение такого параметра Как эффективность воздуха Здесь у меня мнение Не особо популярное будет Да, но К примеру С тех же самых пистолетов С импульсных винтовок С плазминок Там из Немножко даже Я видел там у кого-то С дробовиков До сих пор Вот у людей Получается прыгать И стрелять С этих агрегатов И Единственное Что реально пострадало От этого Так это револьверы Из того, что я увидел Потому что До этого У нас 8 лет Люди Наяривали Вот на мету Этих Этих Пукающих приборов Да, и вот сейчас Вот хотя бы Небольшую передышку Мы от этого получили То есть Они уже не так часто Слышаются Как импульсные винтовки Как скаутки Как пистолеты К ПВП И Реально Есть хотя бы Какая-то возможность Отдохнуть от этого Хоть немного Потому что была Мета 120 револьверов Их занерфили Нафиг Да, потому что Типа кому они нужны Давайте нам 140 Мы же от них не устали Да И вот сейчас И вот сейчас Какая-то передышка С этим есть Далее Молния 3-0 В ПВЕ Да Это было Это было неплохо Особенно на Титане И до сих пор Настолько неплохо Что Банжи Это скорее всего Занерфят Как и ПВП Но этого нам придется Ждать еще до Как бы сказать До февраля Потому что им надо будет Толкать следующий подкласс До этого момента Такое Однокнопочный Титанов ПВМ Тоже мне особенно Зашел Чтобы можно было Проходить Различные сектора Практически Играя одной рукой А другой рукой Смотреть сериалы Какие-нибудь Или Другие стримы Крутить Тоже было Тоже было прикольно Огненный дождь Экзотический Ноги на Варлока Тоже мне зашли Потому что Ну Это же круто Сделал один Стрейф в воздухе И перезарядился И при этом На тебя это сияние Вешается Если ты бегаешь С линейками Но линейки Потом в следующем году У нас занерфят Так что Надо насраждаться Пока можно Пул авто на пушках Наконец-то Добрались до Полноценной настройки Банжи Да То что она появилась В игре И теперь можно Перк Не занимать Какой-нибудь Перками Да А полноценную настройку В меню врубить И кайфануть От жизни Дальше у нас идет Расширение хранилища Аж на целых Сто пунктов У нас Увеличили Количество слотов Раньше было Пятьсот Теперь шестьсот Ждем косарь Банжи Вы можете Я в вас верю Но это Хотя бы что-то Хотя бы какой-то Положительный момент Что касается Хранилища Однако я его Уже полностью Забил у себя Хотелось бы Чтоб оно было Бесконечным Но ограничение Консолей Прошлого поколения Не позволяет К сожалению Вот Дальше у нас идет Секретное Интра в пвп Аж две штуки Когда там появляется Несколько призраков Либо Либо Когда Двое Стражей Там смотрят Не в ту сторону И им Таким По плечу Так лопают И говорят Вот Развернись Посмотри в камеру Мне к сожалению Вот второй Вот вариант Появления Так и не попался Но я видел Что он есть Что он существует Надеюсь Когда-нибудь Попадется Дальше у нас идет Крафт пушек Вообще Вот эта вот Система Да То что Теперь тебе Ну Ты можешь Гоняться За какими-то Стволами За какими-то Идеальными Комбинациями А можешь просто Скрафтить Разобрав Несколько От одного До пяти Таких вот Вариантов Пушек Разных То есть Раньше Эта система Работала так Что вам их надо было Качать на мобах Или на Каких-то активностях Или на Противников Пвп Да Но сейчас Можно просто Тупо их разбирать И получать Материалы для крафта И при этом Еще Апгрейдить Крафтнутые пушки Вот здесь Вот точно Лайк Это хорошо Спасибо Наконец-то Дождались Дальше Пушки Сглядывая послушника Идут Да Ну Тот же самый Катаклизм Очень Очень классный Ствол Пистолет Пулемет В первый слот Пвп Очень мне заходил Статистная Плазменная винтовка В первый слот Пвп Там Когда Ты можешь Мобов Заморозить При помощи Первых Различных Да Там Есть Из других Режимов Пушки 560 Там 900 И так далее Которые тоже Могут Замораживать Но здесь Не без этого Все еще Прикольно Соответственно Следующим пунктом У меня идет Рейд Гибель королям Спасибо Что перенесли его Более-менее Адекватно Да Там Некоторые Механики Они изменили Поменяли Освещение Но В целом Получилось Добротно Народ В этот рейд Кайфует И не плюется От него Как от Клятвы послушника В свое время Далее У нас идет Соло подбор В гамбите В испытаниях Осириса И в компете Я это записываю В плюсы Да Потому что Ну Учитывая то Что в гамбите У нас не особо Много желающих Ходить А если мы Собираемся То Мы попадаемся Постоянно На какие-то Потеющие стаки Хоть как-то Можно сделать Рубежи Сделать яркую пыль И Хоть какое-то Удовольствие От этого получить Я не знаю Играя против Таких же Атомных игроков То же самое Касается Осириса Да Вот сейчас У нас соло Подбор Осириса Проходит Да Я сперва Относился К этому Негативно Да То что Это типа Ненастоящая Осирис То что Тут калауты Нельзя давать Нормально Своим тиммейтам Ну а потом Я решил Просто Вот знаете В конце года Вот как вот С конце серии Саус парка Мы многое Поняли Да Как говорится Бьеррк Спасибо за рейд У меня Вот такое Вот Понимание Небольшое Произошло Да То что Я вспоминаю Как я начинал Играть в Дестни Далекие 8 лет назад Что я просто Играл в игру И кайфовал Да То есть Не пытались Там С кем-то Чем-то меряться Да Вот Какие-то там Я не знаю Какие-то там Стычки забивать И все В таком духе Просто Пока я В компете Сидел Вот в воскресенье Да Вот у меня Произошло И Меня И моих Тиммейтов Рандомов Команда Команда противников Усиленно Так сказать Долбила Да Я такой Подумал А может А может Фиг с ним Да Тебе хочется С чем тебе хочется Не важно Там на чем Вот в принципе Ну ладно Это мы скорее всего Для тоста Оставим Там у нас Пару пунктов Еще есть Дальше Хорошим пунктом Для меня Эдет эмблема За две подписки Да То что Все желающие Могут И стримера Поддержать И эмблемки Полутать И банджи Я надеюсь В следующем году Да Вот Эмблемку За две подписки Поменяют Чтобы народ Там Мог Какие-то другие Еще получить Дальше У нас идет Развитие сюжета В данжах Да Вот тут Мне люди пишут Что От клятвы Люди Блевали По мне Наоборот Очень хорошая Рейд За последнее время Но тоже Мнение Ребят Ну Тут Просто Такое Было Я вот Меньше Недовольных Видел Рейдом Гибель Короля Нежели Чем пятого Послушника Потому что Там все Вот эти Знаки Там И так Далее Ну Это Конечно Очень Субъективно Но Оцениваем На контрасте Так сказать Развитие Сюжетов Данжах Да Это Началось С СК Халшинси Да Когда Вот Мы Ходили Как бы сказать Когда Вот Мы Проходили Какую Нибудь Стадию Могли Полутать Различные Как это Как это Называется Коллектаблс Коллективные Кратеры Так сказать Блин Я забыл Это слово Короче Различные Сообщения Были От Босса Вот Этого Данжа Пока Мы Пытались Его Убить И Там Нам В целом Повествовался Сюжет Здесь Банджи Это Докрутили В дуальности То есть У нас Там Полноценно Эрис Морна Встречает В начале Данжа И Потом Ведет По всей Миссии Дает Какие-то Комментарии Потом Еще Калус Какие-то Комментарии Дает Кариатль И в принципе Достаточно Неплохо Получилось Но Здесь Я тоже Помню Что народ Говорит Что этот Данж Душный И то Что Моментами Он им Не нравится Меня Самого На самом деле Не особо Устраивает То что Тебя Могут Убить Архитекторами И так далее Кабалы Со Щитами Но Хотя бы То что В правильном Направлении Двигаются В плане Сюжета Да И вот Это Здесь Оставлю им Лайк Аж Сбился Да Ну и Последнее Что у меня Тут Идет Это Фокусировка Шмоток По статам В шлеме В принципе Круто То что Можно не бегать По различным Данжам Тем же Самым По различным Рейдам По миссиям Чтобы сфармить Себе Нужные Статы То есть Берешь Ставишь На призраке Какую нибудь Нужную Стату Идешь И таким Вот образом Ролишь Нужные Тебе Шмотки Ну в общем Такой вот У нас Получился Год Ну по моим Личным Впечатлениям Может быть Я что-то Забыл Скорее всего Я забыл Дофига Всего Но Времени Было Мало Меня Еще Немножко Подбамбливает После Испытания Осириса Который Мы сейчас Благополучно Продолжим Я надеюсь Ну а На Этом Этапе Когда мы готовимся Встретить Следующий год Провожаем Этот Кто-то Уже Его Встретил Кто-то Его Уже Проводил Что Могу Сказать Я вспоминаю Предыдущие Годы То что Ты Каждый Раз Желаешь Чтобы Следующий Год Был Лучше Но Я заметил Последние Три Года Как Минимум Да То что Это Не Работает Каждый Следующий Год Я Хочу Предыдущий Я Мечтаю О тех Временах Когда у нас Был 19 20 Год И Оказывается Они не такими Жи были Плохими Но все равно Хочется Каждый раз Встречаю Этот праздник Кто-то Готовит Салатики Кто-то Смотрит Иронию Судьбы С легким Паром Кто-то С кем-то Дерется Кто-то На детекотеке Участвует Кто-то В пвп Играет Кто-то В Дестни Другие Какие-то Игры Здесь Вот я Хочу Обратиться Ко всем Вот просто Сейчас Я тут Даже Список Открою У нас Сегодня Будет Аж Несколько Тостов Поздравляю Всех Из России Из Украины Из Беларуси Из Казахстана Из Германии Из Молдовы Из Эстонии Из Латвии Из Израиля Из США Из Польши Из Великобритании Из Узбекистана Всех тех стражей Из этих стран Кто нас смотрит Сори Если кого-то забуду По своему ютубу Составлял список Так сказать Из Киргизии Из Грузии Из Италии Из Литвы Из Канады Из Турции Да, Серег, тебя Из Кипра Из Армении Из Франции Из Республики Корея Из Чехии Из Сербии Из Азербайджана Из Испании Из Нидерландов Из Финляндии Из Португалии Из Таиланда Из Швеции Из Чечни Да, ребята Из Бразилии Из Австралии Из Венгрии Из Болгарии Из Дании Из Индонезии Из Аргентины Из Ямайки Из Словакии Из Сан-Томы Приспинь Отовсюду, ребят Всех стражей Со всех стран Кто нас сейчас смотрит На стриме На Ютюбе В Дзене Там Где угодно Всех поздравляю, ребят С грядущим Или уже с наступившим Новым Годом Надеюсь 23-й год Будет лучше Чем 22-й Но Я вот По крайней мере Для себя понял Одну вещь Да, то что Я постараюсь Вот Я каждый год Себе мысленные Обещания даю Но сейчас Я вот прям Конкретно Постараюсь Меньше гореть Быть более Терпеливым Да Ко всему Тому, что вокруг Меня происходит Тому, что я сам делаю Тому, что другие делают Да И вообще в целом Вот Кому был должен, ребят Всем прощаю Ну Кроме уж Совсем Я не знаю Интересных Личностей Но Могу сказать Да, то что Год был, конечно Тяжелым Но надеюсь Мы в следующем году Выживем То, что 23-й год Будет все-таки Годом Хороших перемен За вас, ребят За вас За нас За каждого из нас С наступившим И с наступающим В общем Я не знаю Многое За этот год Случилось Но я вот честно Надеюсь Да, то что Следующий год Будет лучше Гораздо То, что Закончится Все то, что у нас Сейчас происходит То, что мы Как-то так или иначе Я понимаю Что Что мы Десятилетиями Будем еще Испытывать Через все это Но я надеюсь Что мы преодолеем Все это То, что Мы будем больше Смотреть на то Что нас объединяет А не на то Что нас разделяет Вот Не важно В каком Вы городе Не важно В какой вы стране Не важно На каком языке Вы говорите Да, но Часто я естественно Говорю это на русском Потому что У нас русскоязычный стрим Но Я думаю То, что многие Меня понимают Да Что я имею ввиду То, что Ну Странно, что я это говорю Да, но Постараемся быть добрее А то мы Четвертый год Четвертое место Уже занимаем По токсичности Среди онлайн игр Ждем перемен Да, ребят Как-то так В общем Еще раз Всем спасибо Увидимся В следующем году, ребят С наступающим С наступившим Аминь Бьют куранты Слушаем гимн Там, я не знаю Той страны В которой вы находитесь Обнимаем там Своих близких Своих знакомых Своих друзей И С наступившим С Новым годом С новым 2023 вас А мы пойдем дальше Гореть в Василисе как-то